С 21 по 30 июня 2024 года в Архангельске прошло грандиозное событие – 5-й юбилейный международный фестиваль «Белый июнь». 950 событий крупнейшего фестиваля на севере России распределены по 12 направлениям. Ветер и дождь не стали преградой для архангелогородцев, желавших прийти на книжную ярмарку, мастер-классы и лекции. Гостем фестиваля стала детский писатель Катя Матюшкина. Любимейший детский писатель, а еще она художник, иллюстратор и сценарист. Совокупный тираж книг составляет более 3 миллионов экземпляров. Книги Кати постоянно попадают в рейтинги самых популярных книг России и неизменно востребованы и присутствуют во всех библиотеках. Ее книги переведены на украинский, латышский, китайский и другие языки. Сейчас она вместе со студией «Паровоз» снимает огромнейший мультсериал и занимается в том числе ведением лекций. В рамках фестиваля «Белый июнь» она провела мастер-класс для писателей, сценаристов и всех, кто сочиняет истории под названием «Секрет детективной интриги». Чтобы создать интересный детектив, есть необычные приемы. О своих секретах рассказала Катя Матюшкина. По ее словам, после этого любой сможет написать свой детектив и даже северный. Потому что я заразная, честно. Я всем заражаю и все пишут книги. Теперь вы будете разбирать любой фильм, типа «Я знаю все». И когда вы будете смотреть кино, вы будете понимать, что «Да, они сделали хорошее линия, они сделали плохо». И ваша задача, когда вы пишете книгу, понять, что читатель читает книгу как? Он читает за счет удержания, вы удерживаете его внимание. Поэтому, если вы хотите научиться хорошо писать, смотрим, на чем держат внимание известные писатели. Берете книжку известного писателя и будете обратиться в кружочек. Это мне интересно, галочка. Это мне интересно, зачеркнули, проанализировали, зачем. Первая часть будет, с чего началось. Последняя часть будет, чем закончилось. А средняя часть будет, как он догадился до жизни такой. Самое главное в трехартной структуре, то, что она поддается очень сильно структуре. И самое главное в ней, что когда вы переходите с акта на акт, с первого на второй, со второго на третий, у вас должно быть поворотное событие. Это всегда два пункта. Я добился, чего хотел, но случилось что-то ужасное. Или наоборот, случилось что-то ужасное, но я добился, чего хотел. Середина произведения, точка мидпорт. Это тоже, на самом деле, поворотное событие. Как строится произведение? Первый акт. Персонаж понимает, что он чего-то хочет. Второй акт делится на два акта. Первая половина и вторая. В первой половине он пытается, ну если это детектив, расследует преступление первым способом. То есть он ищет от первого подозреваемого. Во второй половине второй предозреваемый. И третий акт у нас настоящий третий подозреваемый. И вообще, если вы хотите, чтобы вас читали максимально интересно, и вы были писателем, который пишет книги взахлёб. Делайте преграды вашему персонажу. Ставьте его в такую невыносимую ситуацию, когда ему надо до чего-то дотянуться, и не давайте ему это. Очень простое средство, как вам быстро сделать свое произведение интереснее. Написали произведение. Потом прогнали его по поисковику. Начало и конец главы. В начало интрига, в конец хлифканта. Это тоже интрига. Начало интрига, в конец интрига. В начало главы кашли. И у вас получается произведение сразу, которое лучше держит внимание. В детективе начало главы – это вы заинтересовываете новой версией вашего сыщика. Он её пытается раскрыть к концу главы, а потом раз появляется следующий интрига. К концу главы появляется следующий интрига. То есть он находит какую-то либо улику, либо узнаёт новый факт, который переворачивает его сознание, после чего получается интрига. Первая фишка в нашем детективе – это метод сыщика. Дальше мы с вами придумываем, как же нам с вами сделать так, чтобы наш детектив вообще сложился. Мы можем пойти от преступника. Любой детектив выстраивается сначала от преступления. Вы потом это преступление кинете за начало детектива, и начало детектива будет судьбистов бабки. И дальше по шагу вы идёте в обратном направлении и разматываете в обратную сторону это преступление. Ещё сделаем несколько прекрасных вещей. Вы должны сделать так, чтобы сыщик был интересен читателю. Это делается только тем, что читатель присваивает себя, ну, как бы он начинает за него переживать. Поэтому, когда вы пишете свои произведения, обязательно делаем так, что положительный герой, сыщик, у вас должен иметь какие-то качества, характеристики и какую-то виду персонажа, как у Гарри Поттера. Жил под лестницей, не кормили обидели, родители умерли. Вот. Но при этом хороший человек. А если у вас плохой персонаж, вы должны ему дать какие-то характеристики его поведения, чтобы читатель... Вы не пишете, Жил был хороший персонаж, и читатель, а что это вы мне говорите, что он хороший? Я вообще так не думаю, у меня он бисит. Вот сразу в конкуренцию впало. Вот если вы написали в своей книжке, Жил был очень хороший мальчик. Он получал пятёрки, он был такой... Дети такие, «О, ненавижу!» Да, и если вы рассказываете, что мальчик перевёл через дорогу кошек, спасался с дерева бабушек, ну, здесь уже как-то... Хотя бы его жалко. Дальше сыщик выдвигает версию. Смотрите, версию выдвигается так. Есть сыщик, правильно, который молчит и говорит... Но не говорит ничего. А есть дурачок рядом с ним, который выдает дурацкие версии. Помните таких? Доктор Ватт, да? Там прекрасный персонаж-инвестер, который вообще молотит любую чушь. Зачем это делается? Дело в том, что вы, когда играете с читателем, должны ему дать все те улики, которые видел сыщик. Чтобы читатель тоже догадался... Ну, мог догадаться. Вы делаете ему улики, а дальше должны свести его внимание, чтобы он не догадался. Поэтому среди хороших улик вы подкидываете плохие улики, ну, то есть ложные улики на других персонажей. И у вас приходит вот этот дурачок и начинает выдвигать дурацкие версии. А чтобы запутать читателя? Посмешить, запутать, увести ему внимание. Причем хитрый читатель, который уже такой читатель со стажем, он сразу догадается, что это ерунда. Мы сейчас этот-то узнаем. И вот здесь вы должны читателя хорошенечко запутать. Значит, первая половина второго акта, первый подозреваемый, в сломе, в точке мидпоинта, в середине произведения. У нас поворотное событие. Оказывается, этот не причем, а причем другой. И у нас вторая половина второго акта. Гоняемся за вторым преступником. Перед третьим актом случается ужасное горе. Сыщик его поймал. Почти что. Или поймал этого преступника. В это время их кто-то запирает в подвале. И тот говорит, я не преступник. Вот это вот место, перед третьим актом, оно называется дной персонажа. Он должен оказаться в безвыходной ситуации. А в это время настоящий преступник где-то уже на вертолете пытается распылить явно гордом. То есть, и с этого момента у вас начинается третий акт, кульминация. Кульминация простраивается тоже достаточно сложно. Значит, кульминация, чтобы она была максимально интересна, вы должны сейчас обязательно сделать усиление событий. В кино это делается дождем, ураганом и серым фоном. У вас, вы можете это тоже делать, но вам надо обязательно поставить под угрозу что-то. В детской литературе вы можете сделать, допустим, что если не исправить ситуацию через три часа, то будет, то все уже невозможно. Например, просто в взрослой литературе, в триллере мы можем комету наслать на землю и как читатель читает и комета все приближается. Смотрите, когда вы делаете вот такие вот приемы ускорения времени, этот прием работает и на сознании человека. Когда человек начинает нервничать, ему кажется, что время вот так вот бежит. и так у вас будет сначала выбирается персонаж из того дна, в котором находился, а потом можно простроить свое произведение так, что он собирает сначала оружие, потом бежит за преступником, у них финальная драка, развязка и кульминационный вывод. В принципе, вот она схема детектива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА